это программа день с толком студии ирина корчагина здравствуйте смотрите в этом выпуске все летняя кухня все залито ой это кошмар все плавает вон плавает линобеум все утонуло как быть как бы худшие прогнозы сбываются в регион пришла большая вода плата за комфорт и время барнаульские перевозчики предлагают повысить стоимость проезда на регулируемых маршрутах готовит хинкали по всем канонам жительница барнаула победила в кулинарном шоу на федеральном канале михайловский табунский романовский завьяловский районы в воде в алтайском крае продолжается потопление жилых домов на нашу редакцию сегодня обрушился шквал звонков многие оказались в патовой ситуации валентина скерова выясняла какую помощь оказывают пострадавшим от паводка и дойдет ли дело до эвакуации жителей она была за ночь ушла сейчас поднимается это кадры из табунского района талая вода прибывает стремительно и уже зашла в дома подтопила комнаты намокли вещи придомовая территория ушла под воду люди вообще не могут выйти поступает информация о том что подтопленцев отключили питьевую воду а это эпичные кадры из села михайловская талая вода зашла в дом к 72-летней бабушке еще в среду с тех пор вода только прибывает сейчас уровень в доме местами достигает отметки в 30 сантиметров женщина неоднократно звонила на номер 112 но по словам пенсионерки спасатели приехали только сегодня никто ничего не делает приехали посмотрели сказали мы откачаем сейчас ссылается что вода прибывает откачивать ничего не будем все холодильники стиралка все крякнет вообще мы связались с краевым мчс там пояснили что к бабушке неоднократно приезжали спасатели однако по их словам откачивать воду в доме бесполезно она постоянно прибывает дом расположен рядом с основным руслом канала где проходит талая вода нужно отсыпать вопрос уже к местным властям мостик и русло были подготовлены и расчищены еще осенью сейчас невозможно углубить русло там большой объем воды если вскрыть дорогу по карла маркса это не только парализует транспортное сообщение но и вода затопит более 20 ниже расположенных домов спасатели предложили пожилой женщине эвакуацию из мест подтоплений однако на данный момент от помощи пенсионерка отказалась завьяловский район на кадрах видно как талые воды размыли дорогу сложная обстановка и в романовском районе 28 марта село гелевло большая вода обрушилась и на окрестности славгорода так в селе пригородная вода затопила придомовую территорию и зашла в дома это мой двор в социальных сетях люди сообщают о многочисленных подтоплениях в самом славгороде а также благовещенском районе подтопленцы просят помощи у властей известно что паводковая обстановка на особом контроле региональных властей заходим в дом вот смотрите люди с ночи стоят на улице вы видите валентина аскерова день с толком а тем временем в бейске уже зарегистрирован первый в этом году укус клеща пострадавшему оказана помощь травмпункте клещ укусил ребенка в районе садоводства прибрежная медики кровососущего достали и поставили пациенту вакцину врачи и эпидемиологи призывают жителей края быть осторожными после посещения леса и садоводства осматривать одежду и тело использовать репелленты и одеваться таким образом чтобы клещ не смог присосаться также все еще есть возможность поставить прививку от клещевого энцефалита который может стать следствием укуса или как минимум оформить страховку билеты на общественный транспорт возможно скоро подорожают барнаульские перевозчики предлагают повысить стоимость проезда на регулируемых маршрутах с чем связана такая мера и как такой новости относятся барнаульцы узнавала наша съемочная группа чистый аккуратные но пустые автобусы простаивают а все потому что нет водителей обладают подвижным составом но на линии не могут выпустить так например сегодня из 16 автобусов 57 городского маршрута людей доставляют лишь 10 вот например на 57 нам нужно было уехать мы очень долго минут наверное 20 стояли напомним часть маршрутов в краевой столице с так называемыми нерегулируемыми тарифами стоимость проезда в транспорте устанавливает сам перевозчик и с начала года это 35 рублей а вот регулируемые маршруты по-прежнему стоят также 30 рублей за поездку перевозчики объясняют одна из вынужденных причин уравнять стоимость проезда с маршрутчиками острый дефицит водителей это тоже обусловлено нехваткой водительского состава к чему мы и ведем чтобы при поднятии проезда соответственно мы можем где-то и приподнять заработную плату водителя некоторые перевозчики в нашем городе уже подняли тариф на проезд ну и соответственно мы тоже планируем это сделать и соответственно улучшить качество обслуживания в свою очередь перевозчики отмечают что за год выросли цены на запчасти подорожали шины и топлива как итог затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии значительно выросли увеличилась цена на горюче смазанных наночные материалы на дизельное топливо на дизельное топливо очень сильного цена возросла порядка 20 процентов в 23 году запасные части тоже очень дорогие 30 на некоторые позиции даже 35 процентов повышения произошло по словам самих перевозчиков на сегодняшний день на линию не выходит примерно 30 40 процентов подвижного состава поэтому нередко пассажирам приходится сталкиваться с долгим ожиданием транспорта мы решили спросить у барнаульцев долго ли приходится ждать и готовы ли они платить больше ради своего комфорта и времени если действительно нормально ходить будет транспорт то да возможно повышение но если он будет ходить исправно то не жалко будет и заплатить я на это спокойно всегда реагирует все если цены поднимутся хорошо есть чего тем более то что если они будут ходить прям как числе туда только за нормально ну чтобы этот комфорт оправдался при этом даже при повышении тарифа поездка по проездному билету все еще будет выгоднее для пассажиров по нашим данным стоимость проезда на регулируемых маршрутах может подняться в ближайшие месяцы перевозчики уже подали в мэрию соответствующие документы которые рассмотрит городской совет по ценообразованию мария костолева владислав ковалев день с толком депутаты барнаульской городской думы станут волонтерами благодаря подписанному сегодня соглашению с краевым дворцом молодежи у них появилась законная возможность привлекать население голосованию за объекты благоустройства города зачем депутатам дополнительная нагрузка и какова основная цель подписанного соглашения узнаем далее голосование за территории барнаула которые нуждаются благоустройстве проходит с 15 марта по 30 апреля в этом году выбор большой на победу претендует 37 объектов выбирают сами жители города а волонтеры им помогают к примеру на избирательных участках в первый день выборов президента страны они провели по четыре часа привлекли почти десять тысяч человек депутатский корпус решил помочь молодежи мы решили зарегистрироваться волонтерами что это нам дает это дает возможность голосовать здесь и сейчас то есть каждый депутат получит свой адрес и через него он будет входить и помогать барнаульцам голосовать к моменту подписания соглашения уже подготовились на сайте добро.ру у каждого депутата есть свой рабочий кабинет через него посредством смс горожане смогут проголосовать за тот или иной объект который они желают видеть обновленным в двадцать пятом году территории напомню 37 за каждый будет закреплен свой куратор он сможет организовывать встречи с горожанами объяснять необходимость голосования за тот или иной объект к примеру в прошлом году сергей струченко призывал голосовать за парк ленина но люди требуют от депутатов большей активности были конечно нарекания в мой адрес с учетом того что я являлся куратором этой территории что я не организовывал эту работу вот прям дословно вам передаю эти слова поэтому учитывая критику наших избирательности жителей мы вот сегодня приводим будем так говорить в правое русло данную работу депутатов волонтеров их молодые наставники уже начали обучать помощь целого депутатского корпуса большое подспорье для юных волонтеров люди публичные авторитетные занимающие определенное положение в обществе мы только уверены что участие барнаульской городской думы значительно увеличит показатели по вовлечению жителей в голосование депутаты уверены что вместе с молодежью справиться напомню что благодаря нацпроекту жилье и городская среда барнауле появилось много красивых и зеленых территорий за примерами далеко ходить не надо изумрудные юбилейные парки за пару-тройку лет изменились до неузнаваемости татьяна голубева владислав ковалев день с толком отчаянно ходят по судам республика алтай приняла закон об автаназии бездомных животных напомним данная мера позволяет усыплять бродяг через 11 дней после отлова как местные зоозащитники хотят оспорить приняты законы и стоит ли ожидать подобных мер в нашем регионе расскажем в следующем сюжете закон об автаназии бездомных животных начал действовать в республике в декабре прошлого года однако до сих пор с этим могут смириться не все общественники бьют тревогу они считают что есть более лояльные способы решить проблему бродячих четвероногих в исковых заявлениях люди просят местный верховный суд изменить карательную меру для бродяг на более гуманную а ведь подобный закон могут принять и в алтайском крае объективно пытались разобраться в ряде понятий принятых законом пытались разобраться противоречить или нет федеральному законодательству суда были вопросы плодотворное заседание мы уточнили исковые требования приобщили ряд доказательств со стороны ответчиков также поступили возражения но по большому счету это заседание промежуточное по словам одной зоозащитниц городские власти уже начали приводить закон в действие местный приют хотели сделать пунктом временного содержания но когда начались судебные процессы все вернули на круги своя напомним приют носит название джуль барс в честь собаки героя времен великой отечественной вот пункт временного содержания поменяли вывеску приют джуль барс сняли вывеску джуль барс в борьбе за право на жизнь бездомных животных люди готовы идти до последнего если решение суда первой инстанции покажется зоозащитником негуманным дойдут до верховного будем обжаловать это решение дальше и дальше будем спасать животных как можно больше всеми силами к слову правозащитники в свою очередь уверяют что во многих регионах страны есть положительный опыт решения проблемы бездомных животных например в республике татарстан уже третий год четвероногие и вовсе не враги помимо проведения программы ойсвв стали выполнять массу мероприятий просветительского характера было тесное взаимодействие зоозащитным сообществом выставки раздачи годные стерилизации вузы и школы все люди были в это вовлечены сейчас вообще в казани можно так сказать бум на собак многие берут питомцев себе и проблемы с покусами там нет абсолютно никакой к слову неравнодушные барнаульцы тоже встревожены не так давно зоозащитники направили коллективное письмо губернатору региона с просьбой не допустить массовых убийств четвероногих бродяг софья куликова руководит местным приютом уже более 22 лет женщина уверена к хвостатым нужен совершенно другой подход многолетняя практика уничтожения животных доказала что это не решает никак проблему ну то есть пока мы убираем вот это следствие причина все еще остается и соответственно поступают все новые и новые это просто бесконечное убийство оно никак не решает ни проблем нападений укусов и всего на свете в свою очередь зоозащитники республики алтай направили запрос в местный комитет ветеринарий с госветинспекции люди просят сообщить им количество животных которые уже подверглись эвтаназии следующее судебное заседание по делу о судьбе четвероногих предварительно назначена на начало апреля мария костыльва день с толком за два года в алтайский край вернули трех военнопленных из зоны сво а сама тема спецоперации за год составила примерно 20 процентов от числа обращений к уполномоченным по правам человека в регионе люди спрашивают по поводу материальных выплат отпусков розыска пропавших бойцов остальные 80 процентов коснулись стандартных вещей пенсионные выплаты содержание заключенных и прочие бытовые проблемы большинство обращений в сфере жилищных условий коснулись начисления коммунальных платежей одной из сложнейших тем остается вывоз мусора также сейчас прорабатывается некоторые предложения для людей с ограниченными возможностями здоровья незрячий сегодня интересуется возможностью получения смартфонов с речевым выходом и навигации потому что у глухих такое право появилось пока к сожалению слепы слабовидящих это не касается поэтому будем надеяться что федеральный центр услышит понесет перечень это средства реабилитации будут они приобретаться для них а далее к теме промышленности индекс производства в алтайском крае 2023 году составил сто шесть процентов это рекордное за 16 лет число в каких сферах наблюдался особенно большой подъема где регион пережил спад расскажем далее индекс производства за прошлый год в алтайском крае стал максимальным за 16 лет почти сто шесть процентов это выше чем в среднем по россии а в сибирском федеральном округе регион стал и вовсе вторым выше только новосибирск обеспечили такое место в рейтинге несколько видов деятельности производства кокса металлических изделий и электроники но основным драйвером стало производство автокомпонентов внушительный сто сорок пять процентов за пять лет доля этой отрасли в индексе всей промышленности увеличилась почти в десять раз традиционно ключевая машиностроительная отрасль нашего региона вагоностроения также показала серьезный рост сто тринадцать целых девять десятых процентов показатели в ней формируются предприятия милтай вагон и барнаульский вагоноремонтный завод в 2023 году этими предприятиями было выпущено 10 целых семь десятых тысяч вагонов были и падения в первую очередь в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий виной тому пожар на шинном комбинате в декабре 22 года из-за сгоревшего цеха по производству сырья заводу совместно с властями пришлось искать новых поставщиков серьезный удар пришелся и по аграриям из-за общероссийского падения цен на зерно уменьшился спрос на сельхозтехнику 23 год по сравнению с 22 по отрасли сельхозтехники просел приблизительно 20 25 процентов ну в основном это вопросы цены на сельхозпродукцию это вопросы логистической составляющей достаточно сложно вытолкнуть и продукцию ну и вопросы со льготным кредитованием в этом году мы ожидания на самом деле не очень оптимистичны они связаны с тем что льготное кредитование инвестиционное сегодня пока приостановлено также продолжается и борьба за кадры число которых уменьшилось в связи с автоматизацией и цифровизации многих процессов впервые за пять лет число работников сферы выросло при том сразу на два процента способствовала этому прежде всего конечно заработная плата которая по официальным данным в среднем увеличилась более чем на 20 процентов сдерживают кадры и другими способами в основном это бережное отношение к людям открытость к ним возможность диалога возможность их роста повышение эффективности их труда в энергетической отрасли показатели примерно на том же уровне незначительное увеличение объемов производства электричества является нормальной тенденции последних лет но количество производимого тепла снизилась значительно почти на 8 процентов это обусловлено не холодной зимой и программой энергосбережения одни из главных задач в этой сфере на 24 повышение надежности оборудования и увеличение числа объектов с резервными источниками энергии за два года этот показатель достиг 80 процентов данил кузнецов михаил филиппов день с толком женский бизнес с национальным колоритом жительница барнаула анука меликишвили победила в кулинарном шоу на федеральном телеканале мы побывали в гостях у сибирской грузинки и узнали о ее грандиозных планах одно из самых популярных грузинских блюд хинкали руководит мастер-классом она или анука меликишвили свою кулинарную студию девушка открыла несколько месяцев назад я только в декабре открылась то есть как самозанятая я прям начинала с дома работала и чурчхела готовилась дома все это продвигалось через социальные сети которые к тому же моменту тоже у меня были достаточно развиты с чурчхелы началось развитие бизнеса в продажах с ростом которых пришлось осваивать новые бизнес-инструменты сегодня студия стала местом где анука проводит мастер-классы для всех желающих попробовать грузинские блюда когда чурчхела просто захотела и решила дома сделать мы купили виноград с мужем подавили сок сами и соответственно я начала делать первую чурчхелу ну ты это все показываешь люди такие ой сделайте нам развиваться девушке помогает не только сарафанное радио в 2012 году она получила образование экономиста в нашем политехе потом на родине в грузии руководила турагентством а после снова уехала жить в сибирь вслед за русским мужем крупное достижение ануки победа в телешоу гостю порога на федеральном телеканале солнце проходит за 28 дней и вот этих защипов если говорить про историю и традиции их должно быть 28 штук но это практически но это очень сложно сделать считается что хотя бы если 19 21 защип делаешь что ты очень гостеприимная хозяйка на призовые деньги анука приобрела машинку для раскатки теста и другую технику в планах даже открыть свой ресторан и с этим не поспоришь только грузины умеют готовить национальные блюда грузии такими какими они должны быть дарья ирушина михаил филиппов день с толком и к новостям спорта в москве в эти дни проходит неделя алтайского спорта на в днх открыла праздник федерация кикбоксинга нашего региона об этом и о других спортивных новостях расскажет мой коллега дмитрий дроздов лисенок кикбоксер и новоиспеченный чемпион россии михаил якушев встречали гостей столицы страны на в днх для гостей праздника были подготовлены различные интерактивы знакомились история алтайского кикбоксинга а также у всех желающих была возможность прикоснуться к чемпионскому поясу и посмотреть различные кубки и медали а в конце для посетителей прошли показательные выступления по всем разделам кикбоксинга на стенде алтайского края федерации кикбоксинга представляет алтайский спорт мы показываем свою историю свои достижения свои успехи свои планы на будущее и вы знаете активность жителей активных посетителей нас очень удивило и еще новый промоушен сибириан файт чемпион шип проведет свой первый турнир по боксу в бурнауле соревнования будут проходить по правилам профессионального бокса весовых категориях до 86 килограммов что повысить зрелищность возраст файтеров до 25 лет и организаторы планируют ограничиваться только сибирскими спортсменами чтобы продвигать наших боксеров дмитрий дроздов день с толком что ж на этом у меня все новости напоминаю вы можете насмотреть на 23 кнопки в соцсетях также для вас работает телефон нашей редакции 205 545 звоните и рассказывайте о том что вас волнует ну а далее прогноз погоды спонсор прогноза компании валар до встречи в эфире и хороших вам выходных в следующий раз его у у у у у Продолжение следует...